Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». И будем мы сегодня учиться читать личность. Аня, что это такое, оперативная диагностика? Ну, оперативная иногда диагностика, иногда психодиагностика, потому что все-таки людям понятнее, когда есть приставка «психо». Ну, то есть понятно, что что-то про портрет личности. Ну, что это такое? Это часть методов прикладных, вне тестовых. Что значит вне тестовых? Ну, неудобно каждый раз к человеку подходить. Ты заполни, пожалуйста, опросничек на стуле стоп, а я потом с тобой поговорю. Нет. Как же здесь? Наблюдение. Я смотрю за мимикой, подвижная она, малоподвижная. Смотрю за жестами, как себе человек сидит, как он реагирует. Надо все-все, по стоечке. И от этого составляется некий чек-лист и определенный пласт характера. Вообще, в оперативную психодиагностику, если брать, не зря оперативная, то есть здесь и сейчас, экспресс, тебе не надо таскать чемоданы, полиграфы или еще что-то. Детектировать. Все в себе. Здесь сейчас, все в себе, все с собой. Знание. Да. Навык. Навык, навык, да. Навык, потому что, ну, самый частый вопрос, который задает, а можно это отключать? Нет, если это вросло в навык, уже нет. Это хорошо и плохо. Аня, ну, где это применяется, да, вот отрасли? Ой, применяется в большом количестве мест, где есть люди, и нужно прогнозировать их поведение. Потому что это и корпоративный сектор, потому что бывают мошенники, бывают инсайдеры, и бывают очень хорошие мошенники, инсайдеры, они вот так просто на прямые доказательства не прокалываются, и вот путем простой беседы, не навязчиво, ты их расслабляешь. И они из-за того, что не ощущают от тебя безопасности, раскрываются, и тем самым можно достать очень много информации. Также в судебной практике, с точки зрения экспертиз, потому что, ну, бывают случаи, когда злодеи другого формата тоже не раскалываются, либо хитрят и так далее. Иногда приходится использовать различные методы влезания в голову, к человеку. Вот можно ли этому научиться хотя бы на уровне любителя? Можно. Да, вот какие-то лайфхаки. Причем самый частый вопрос тоже задают, а обязательно ли иметь психологическое образование? Вот я, наверное, сторонник того, что психологию, ну и принципы основные, конечно, нужно знать, но высшее образование психологическое нет, не обязательно, потому что у меня есть высокоэффективный член команды, он вообще по первому образованию архитектор. Ну вот, то есть, а дальше уже определенные дополнительные там подготовки и так далее, они наслаиваются. Поэтому, если есть склонность и интерес к чтению людей, так называемых, там, к попыткам видеть мысли, как бы это ни звучало странно. Ну, мотивы, мотивы поведения, может быть. Да, 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 мотивы поведения, то есть наблюдательность вот это, конечно, человек может освоить. Вы знаете, я вижу, что Аня заметила во мне желание что-то объявить, просто у нас сейчас музыкальная пауза. Давайте послушаем крафт на телерадиоканале Страна.ФМ, там, губни-банга, после чего вернемся, оставайтесь в нашей компании. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. Анна Кулик сегодня у нас в гостях. И если вы хотите узнать, как можно читать человека подобно раскрытой книге, смотрите и слушайте Страну.ФМ. Ой, Роман, ты красавчик. Все ли я так сказала? Да, Аня, мы уже поняли, где это применяется, что можно на любительском уровне научиться. Какие-то мы сейчас можем дать, ну, типы. Есть же, наверное, что-то, от чего отталкиваются люди, да? Ну, да, потому что в открытых источниках огромное количество различных методик. Причем некоторые тестовые, некоторые нет. Но моя рекомендация, не надо верить особо тестовым методам. Почему? Потому что, ну, во-первых, уже ответы на их вопросы всем известны. И более того, вы всегда, отвечая на тест, даете социально значимые ответы. Ну, то есть всегда даже один на один. Ну, как я? Выберу максимально. Я же для себя-то должен все равно. А если опцию мораль отключить и совесть? А можно? Ну, попробовать. А так можно было? Попытаться. Я по своему психотипу не могу отключить мораль и совесть. Да, ты вообще очень... Вот социальный ответ ответы. Ответственность социальная, да. Добро, свет. Добро, свет, эмпатия, чувствование и так далее. А все, знаешь, почему и как читается быстро по тебе это? Почему? Потому что у тебя мимика подвижная. А что значит подвижная? У нас у всех она двигается. А как же добрый взгляд. Ну, вот у Романа она меньше двигается, хоть он очень старается. Рома-робот. Не, не, Рома не робот. Ты сказала мой главный секрет. Программа наука и технологии у тебя уже встроены просто. Ну, то есть, обрати внимание, и вот, кстати, с точки зрения совета, вот самое частое бровки домиков, такое лёгкое, когда смотришь на человека, рассказываешь о каких-то эмоциональных вещах, о душевных, о друзьях, природе, погоде. И вот прям, смотри, у тебя даже сейчас лицо всё двигается. Не замужняя, забирайте. А значит, человек эмоциональный. Чем подвижная мимика, чем подвижнее мимика, ну, то есть, что значит? Не специально кривляется человек, а вот вы беседуете, вы беседуете, и вы понимаете, есть отклик, и вам человек что-то рассказывает, и у него есть отклик на микроуровне, но двигается всё. А некоторые, они вот так улыбаются, вот так гневаются, удивляются они тоже. Ну, это не значит, что у них эмоции внутри нет. Это просто они из пластики пришли недавно. Нет, это просто внутри они больше на логичность такую, знаете, на практичность. И с ними общаться надо тоже в первую очередь. То есть, дай пощупать, дай посчитать. То есть, ты так подстраиваешься, да, под тот тип человек, который... Да и более того, для того, чтобы там индивидуально характер определить человека, ну, там, можно по соцсети, можно по почерку, можно по всему следу, что оставляет человек. Но самое оптимальное, самое правильное, чтобы войти в контакт и дальше уже вести беседу в зависимости от задачи, это мы только встречаемся, там, после того, как поздоровались, мы начинаем беседовать не сразу с корабля на бал на какие-то проверочные темы, а мягко о каких-то интересах, о общих хобби. Скажу по секрету, ну, конечно же, о своих хобби, различных ценностях, убеждениях, где люди выкладывают. Это в соцсети в последнее время. Ну да. То есть это очень упрощает работу. Облегчило вам, я думаю, технологический прогресс. Да, конечно, потому что ты сразу понимаешь, какая тема для человека будет приятная и расслабляющая. После того, как раз человек расслабился, явным показателем вам, что человек расслабился, ну, то есть плечики немножко так поспокойнее, и начинают появляться жестики. Ну, то есть иногда плечиком, иногда головой, ну, то есть руками. Все по-разному жестикулируют. Кто-то сразу заходит, кто-то меньше. Всё, расслабился, можно читать. Смотри, получается, у нас сначала мимика, потом жестики. После какого момента ты начинаешь уже внедряться в сознание? Да я сразу, сразу начинаю. С первой секунды. С первой секунды, с первого взгляда. Я уже там оставила. Друзья, пока я буду осмыслять всю информацию, понимать, что у меня сейчас отражается, хотя бы, на экране, на лице, мы вернёмся. Оставайтесь в компании страны ФМ. Скоро вернёмся. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна ФМ. Анна Кулик в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Я ещё думаю, про кого ты про Барвару Висбор или про Анну всё-таки пройдёшь. Про Анну, про Анну. Понимаю, понимаю. Итак, у нас много, на самом деле, вопросов от зрителей и слушателей, но особо упорно девушка просит своим голосом задать вопросы. Нам дозвонилась Наталья. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. У меня к вам два вопроса. Добрый день, Наталья. Я получил незрячий. Первый вопрос у меня. Вот когда что-то, о чём-то надо подумать, я покачиваюсь из стороны в сторону. Например, парень уходит, мне надо срочно его держать. Я начинаю так мелко покачиваться из стороны в сторону. Можете ли вы предложить какой-то более действенный способ для концентрации мыслей, так как это мне очень мало помогает. И второе, как держать пальцы на руках, чтобы люди не заметили своих эмоций. В общем, первый момент. Когда девушка сильно волнуется, она покачивается из стороны в сторону. И второй вопрос, как держать правильно руки, пальцы на руках, чтобы они тоже не выдавали жестов. Ага. Ну, наверное, отвечу на второй вопрос, он быстрее. Дело в том, что не только в пальцах дело, иногда в корпусе, в плечевом. И жесты — это не только руки, это и плечи, это и голова, и так далее. Поэтому если уж пальцы спрячете в карманы, чтобы их не видно было, по остальным частям тела можно тоже понять. И, кстати, самая искренняя часть тела — это ноги. Они дальше всего от головы, и поэтому по ним читать легче. Вот. Но вообще... А надо ли? Надо ли? Да. Насколько это естественно читать, мои мысли тоже синхронизировались. Вот. Дело в том, что действительно надо ли? Потому что иногда вот эти все переигрывания либо недоигрывания, они наоборот у человека второго собеседника, если он еще такой интуитивный, они наоборот рождают ощущение, что что-то не так. Вот. И можно наоборот вызвать негативные реакции. Но если уж хочется сконцентрироваться, возвращаясь к первому вопросу, вот раскачивание, либо бывает иногда там вот ручка лежит, и люди некоторые начинают ее плавно перебирать, ну, тут как некие четкие используя. Это нормальные способы концентрации, и действительно они помогают сфокусироваться, сфокусировать все свои бури эмоций на один предмет. И сейчас даже есть специальные штучки, которые там специально, там, манипуляторы такие для концентрации. Спиннеры не оттуда? Нет, спиннеры это скорее такое, про другое. Вот. Да, но есть такие они, как кнопочки, туда-сюда переключающиеся, действительно помогающие снять напряжение. Потому что если мы... В чем большая ошибка? Если мы сильно себя концентрируем и пытаемся вообще ничего не выдать, то нас либо разорвет изнутри. Вот. Ну, потому что эмоция, она должна иметь выход. Ну, вот, прям должна быть. Поэтому уж лучше тогда аккуратненько где-нибудь вот... Я просто замечала даже, те люди, которые подкованные, там, актеры, у них же есть какая-то база, вот, выдает не только жесты, они, бывает, краснеют вот здесь полностью. То есть они вроде ведут себя как-то, и уже научились, то что-то выдаст все равно. Потому что несколько каналов для чтения людей, несколько каналов. У нас то, что ты сказала, это вегетатика, когда покраснение, побледнение, либо потоотделение, разные моменты. Следующее — это мимика, это жесты, это вообще смена поведения. Почему наши близкие, когда мы, казалось бы, ведем себя точно так же, они все равно чувствуют. Опять двойку принес, да? Опять двойку, да, принес. Как бабушка понимает, а вот бабушка знает. Или даже по телефону, да, дома поговорим, да? То есть как так-то? Потому что смена поведения, ну и речь. Потому что наша речь, несмотря на то, что самый такой лживый канал, масочный, очень много таит в себе определенных особенностей, особенно как говорят. И по речи тоже можно определять некий характер человека. Потому что если вы понимаете, человек говорит только... Ну да, несколько характеристик, да. Ну если говорит только глаголами, пришел, увидел, победил, сделал, и вы понимаете, что он не специально это делает, а он по жизни такой, то значит и ориентируется он больше на практичность, на... Значит, менеджер. И с ним вообще-то... Да не все менеджеры такие. Некоторые такие богаты с прилагательными, с ассоциациями. И наоборот умеют заговорить. Да, и кстати, если за столом беседы с вами такой человек, вы должны понимать, если говорит красиво, выделяет голосом, ассоциации прилагательные, то всегда как бы не уводил в тему, нужно иметь в виду о том, не манипулирует ли мной... Никиту Михалкова. Друзья, мы пока ждем, да, Никиту Сергеевича, вернемся сейчас к музыке, после которой уже опять вернемся к тому, как понять, кто мы такие. Да. Это интересная тема. Оставайтесь с нами. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дорогие друзья, мы продолжаем. Лиза Калинина, Роман Шахов в студии. В гостях у нас сегодня очаровательная, умнейшая гостья, эксперт-профайлера, президент научно-исследовательского центра корпоративной безопасности Анна Кулик. Мы сегодня говорим об оперативной диагностике, разбираем личности мировые. Скажи, Аня, пожалуйста, может ли быть какая-то погрешность в диагностике человека? Ну, когда он, например, болеет, зол, настроение, вот это все влияет на твой первичный взгляд, встречу? Влияет, но здесь я бы не сказала погрешность, здесь учитывание этого контекста. Потому что если я здесь и сейчас работаю с этим человеком, то, соответственно, для меня это полезная информация. И в любом случае, неважно, болеет ли человек, ну, там, физически, в каком-то он раздрай сейчас, либо он выгоревший такой эмоциональный, но все равно остов определенный в каждой личности есть. Потому что мы можем сколько угодно ориентироваться исключительно на поведение, как человек посмотрел и так далее. У некоторых столько масок, ты не разберешься. Но всегда есть остов, то есть как работает мозг, как он работает, какие у него мысли формируются. И более того, наверное, самое полезное вопрос себе задавать, когда вам люди что-то говорят, что-то делают для вас, это задавать вопросы, исходя вот из личности, зачем человек это делает? Ну, то есть мотивы. Приведи пример. Ну, допустим, смотри, если бы я сейчас притащила огромный торт сюда, зачем? Как зачем? Сегодня у Стаса Михайлова день рождения, и мы бы тут отметили. Раз. В программе по заявкам. Еще. Чтобы нас порадовать. Чтобы вас порадовать. У, Лизонька, молодец. Слушай, ну я все как-то банально. А может быть, чтобы вы меня похвалили? А может быть, чтобы я действительно проверила на вас тот торт, который готовила ночью? Самое страшное, а вам нормально. Вот. То есть мотивы могут быть абсолютно разные. Действие одно, а что под этим человек подразумевает, абсолютно разное. Большая ошибка в диагностике других людей на характер все судить по себе. Нет, мы настолько все разные. То есть это не работает. Это не работает. Более того, это не только не работает, это страшно. Потому что можно таких ошибок понаделать, как в личной жизни пообижаться, как в работе действительно конфликты. Да, когда тебе передают, что было 10 лет назад, и ты создаешь background, он вообще фальшивый. Да, да, да. И то есть вот здесь стараться такую, наверное, критичность мышления, объективность. И те каналы, да, щитки информации, о которой мы сегодня поговорили, это вот мимика, жесты, они наиболее фундаментальные, которые позволяют, особенно если мы видим человека, позволяют понять, а какой он. Ну потому что те же самые жесты, они могут быть там широкие, и я могу много показывать и рассказывать. Да, для людей творческих профессий, понятно, это такой научаемый навык. Но закончил он свое выступление, и вот здесь сейчас стоит, пьет кофе, что-то общается, как он это делает. То есть вот в этот момент мы смотрим на него. И смотрим, а тонус у него, оказывается, низкий, а жестов-то практически нет, и так далее. Коп, а оказывается, это не экстравертный он у нас, то есть такой замкнутый. И тоже здесь полезно с точки зрения коммуникации, иногда бывает там, особенно там в знакомых, у друзей, один ориентирован на людей, то есть ему он думает об людей, ему он подпитывается об людей, а у некоторых, наоборот, для того, чтобы восстановиться, нужно побыть одному. Причем достаточно долго. Достаточно долго, да. И здесь речь не идет об апатиях, депрессиях и так далее, которые тоже наслаивают негативные такие моменты на личность. Речь идет о том, что вот так восстанавливается кто-то с книжкой, кто-то на природе и так далее. И, наверное, чтобы наладить коммуникацию и понять в том числе и себя, и других людей, нужно тоже учитывать, когда человеку как комфортно. Для персонала работы с сотрудниками тоже. Но если мы вот такого человека замкнутого, не в плане поведения, нет, он может прекрасно разговаривать, общаться, но внутренне у него потребность периодически к такому продуктивному одиночеству. А мы его в колл-центр. Он выгорит у нас просто. И самое страшное, вот мы разговариваем про диагностику других еще людей, а еще и про себя тоже. Самое страшное, когда человек сам себя не понимает. А как же вот начать? С чего начать понимание себя? Ну, во-первых, нужно... Я простой совет всегда. О чем мечтали в детстве? И о чем вы думаете, когда вы остаетесь один на один? Когда нет людей? Потому что как только появляется на горизонте человек, любой, знакомый, малознакомый, вообще незнакомый, у вас включается в той или иной степени неосознанно масса. То есть про ипотеку мы забываем, и уже думаем про этого человека. Я в 9 лет, Рома, между прочим, делала горячую десятку с Лизой Калининой. Записывала ненормально на диктофон. Хорошо, но сейчас ты в эфире страны. Я тебе про это и говорю. Молодец, молодец, хорошо. То есть те мечты какие-то определенные, на что они были ориентированы, да? То есть у некоторых удается вытаскивать те профессии, не чтобы там стал такой профессией, а что именно привлекало человека. Потому что в детстве мы еще не зашорены, у нас нет такого количества рамок, ориентир на социум, вот, все говорят, надо быть таким, да. Это престижно сегодня. Это престижно. Нет, настолько мы себя вот обманываем внутренне себя с точки зрения своей личности, что некоторые даже теряют связь между своими эмоциями и вообще, что я хочу и что делаю. Ну, спуститесь в метро. Все люди такие счастливые с утра в кавычках едут. Это не из-за того, что они там, что-то случается у каждого. Нет, просто люди как в потоке, там не поймешь, какой ты характер, какой ты раньше был, что ты хотел. Вот. И с собой нужно работать, к себе прислушиваться. В какие моменты прислушиваться? Ну, вот если для людей более интуитивных, вот здесь потому, что... Интуитивное — это врожденное такое понятие? Интуиция — это некое неосознанное знание, которое там не сформировало систему координат. Я больше, наверное, про вот такой человек, который на чутье живет. Это нормально, то есть у некоторых прям эмоционально они чувствуют другого человека. Вот для таких людей опасно, когда эмоции пропадают. Ну, то есть настолько выгорел, что я вообще не знаю, что хотеть. Вот что мне делать? Что делать тогда? Что делать? К психологу сходить, мне кажется. Ну, можно к психологу, но на самом деле в нашем менталитете это такая вещь... Еще непривычная. С собой поработать, возвращать эмоции, допустим, погрузиться в состояние и осознанно себе сказать, что я чувствую сейчас, почему я это чувствую, особенно если тревога какая-то нападает, выписать дневник. Вообще, на самом деле, очень полезно записывать. Выбрать время для себя — это прежде всего получается. И отдохнуть. Дорогие друзья, эксперт-профайлер Анна Кулик сегодня в гостях у нас. И мы учимся, как можно человека читать буквально с первых секунд знакомства и что для этого необходимо. Давайте послушаем продолжение лекции. Да, Аня, вот у меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, иногда человек может что-то прочитать. Но в себе не разобрался. И он, допустим, стесняется, но не может применять эти знания. Вот как ты считаешь, всем ли надо огульно обладать этим? Нет. Даже имя минимальные какие-то знания. Во-первых, здесь действительно два вопроса, и они оба важные. Потому что нет не всем, потому что не все могут. Ну вот склад ума. Ну вот если нет интереса, если нет определенных навыков. То есть более такой сухой, техничный, на цифры ориентированный мозг. Аналитический такой. Да, ну правда, здесь тогда и не стоит себя насиловать. А с точки зрения всем ли надо, тоже вопрос. Потому что на практике бывали случаи, когда мы на обучение, когда к нам приходят, мы собеседуем людей. Мы прям действительно жестко собеседуем. Потому что, во-первых, усвоится, не усвоится. А во-вторых, не навредим ли. Потому что иногда знания о других людях, вот честно, они пользы не приносят. Нет. Человек начинает рефлексировать, человек начинает накручивать себя. И тогда получается очень такой нехороший коктейль. И действительно можно и паранойю строить себе, когда ты начинаешь ковыряться. Но в первую очередь, для того, чтобы в себе разобраться, но если мы про экспресс-методы, а не про поход к психологу, прежде чем, если почитали какие-то материалы, лучше на остальных опробировать. Не на близких, а на более малознакомых. Потому что о себе и о наших родных и близких у нас слишком много информации в голове. И правильно ее по иерархии структурировать, что из этого наслоения, что из этого действительно врожденные какие-то качества, очень тяжело. Поэтому здесь важно сначала метод попробовать на абсолютно чужих или малознакомых, посмотреть, а, все, я вот понимаю, у меня получается. Потом на близких, и уже потом приходит некое осознание, а что у меня. Ну и вот этот метод, о чем я думаю, когда остаюсь один на один, вот прям отловить осознанно. И писать, да? Да, почему писать? Потому что у нас очень много автоматических мыслей в голове. Ну то есть бывает же такое, что вы ни с того ни с сего вроде ни о чем плохом не думали, а настроение упало. Ну то есть, а это значит пробежала какая-то мысль, которая вот автоматизмом. Лучше вытаскивать ее в осознанное. И там, введя вот такой дневник, можно прям о себе очень много узнать. Ну просто пишешь, пишешь, да? Пишешь, пишешь. В системе. Чем больше писать, тем лучше. Гигиена такая. Потому что это вообще такая психотерапевтическая практика. Там все, бумага все стерпит. Что касается обучения в центре, сколько это по времени занимает? Ой, в зависимости от целей. Минимум месяц. Месяц, а потом еще месяц практики. Почему? Ну потому что у нас образовательная организация, то есть лицензия с документами. Поэтому мы должны, чтобы экзамен сдали люди, чтобы вышли с определенными навыками. А существуют короткие программы, потому что мы студентов МГИМО, МГУ уже пятый год тренируем годовыми программами. Мы приходим, ничего, и молодежи тоже. Там, конечно, корректируют. Друг на друге они тренируются во время обучения? Ну, они, как бы вам сказать, первый год, когда мы так, э-э-эй, дали методы, они начали тренировать, ладно бы, друг на друге на преподавателях. Из-за этого нам как-то так немножко... Мягко намекнули, да? Мягко намекнули, ребят, вы вот, это, конечно, хорошо, что они очень интересуются, да? Поэтому пришлось подкорректировать даже программы, что мы даем молодежи, а что нет. Вот. Но на самом деле, особенно работа с молодежью тоже большой эффект имеет. То есть они как раз на том этапе, когда я уже осознанна, но еще не разобрался в себе. Ну, потому что редко бывает, когда все такие, я все про себя понял. И плюс сейчас огромное количество информации, зашуривается мозг у них. И действительно, там, когда они обучаются, у них приходит понимание, там, с точки зрения, вот почему, вот почему я такой. И более того, понимание и принятие не только себя, но и окружающего человека. Потому что, ну вот, это, наверное, самое важное. Аня, личный опыт. Вот интересно, когда ты обладаешь такими знаниями, ты же встречаешься, можешь встретиться с таким же человеком, как ты. Вот ты уже ощущаешь на себе какие-то манипуляции, что тебя изучают? Да, 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 да. А есть ли какой-то блок от этого защиты? Или это тебя напрягает? Битва волшебников такая. Я бы не сказала, что здесь нужно блок использовать, потому что здесь скорее эффект такого психологического айкидо. То есть, более того, ну это, как бы вам сказать, ну, любой шахматист, я, наверное, приведу эту ассоциацию, ну, ему нравится играть в шахматы, нравится играть с сильным противником. С равным, да, потому что с равным или сильным ты становишься еще сильнее. Вот. И это интересно. Нет, это прям здорово. Ну, у нас в команде все обладают навыками, и мы прям, когда собираемся, у нас забавные там корпоративы, забавные праздники мы отмечаем, то есть мы прям мозг накачиваем друг к другу. Это интересно, это развивает. Есть ли какие-то книги? Ну, например, вот, может быть, методические издания у вас в центре там? Есть. Можно купить что-то, почитать. Есть. Ну, вообще есть сайт, на самом деле, там, сайт-блог мойанна-кулик.ру. Там огромное количество бесплатных статей. Ну, прям они по всем тематикам. И там тоже можно вкладку, кстати, найти оперативной психодиагностикой, почитать о методиках разных и так далее, и уже потом применять. Там же есть вкладка книги, рекомендации, потому что сейчас огромное количество книг, не все из них полезные. Вот. И лучше, если читаете, выбираете, то, ну, как бы не было сложно, но именно таких людей, которые там из научной среды. Не попсовую какую-нибудь. Не попсовую, да. Потому что, ну, вот, если говорить там про чтение по жестам людей, вот есть книга «Алан Пиз». Я с большим уважением отношусь к публичному лицу Алану Пизу, но она вообще так не работает. Скажи, пожалуйста, какой же автор тобой уважаем? Ну, если там по жестам, то Десмонд Моррис «Библия языка телодвижения». То есть по поводу о типах личности, ну, там, классический это «Леангард», это «Егиды» с Аркадьем Петровичем, не могу не сказать про «Учителя». Вот, я читаю. Вот, да. Он сложноват немножко. Учительство, да? Да, он немножко сложноват, но зато, вот, по крайней мере, вы читаете, и потом перекладывая на свою практику... Какую именно книгу? Там же, наверное, не одна у него. А у него их много. У него рисунок личности. Даже есть книжка «Брак без брака», когда он прям заморочился с точки зрения различных типажей, как они в личных отношениях. Ну, тоже, кстати, интересно, потому что ты понимаешь не только сферу деловую, но и личные коммуникации. Ещё, мне кажется, важно, чтобы обладать такими знаниями, человек сам должен быть сознательным и понимать свои реакции. И с моральной этикой. Потому что, ну вот, почему ещё собеседование проводим, потому что для меня очень важно, кому ты передаёшь эти навыки. Потому что одно дело, когда человек желает разбираться, если это HR, подбирать лучше кандидатов под команду. Если это безопасность, то чтобы мошенников и так далее. А кто приходит, говорит, а я хочу научиться обманывать, манипулировать и как таких давить, вот тут нет. А говорят в открытую такие проблемы? Не все. Или просто ты понимаешь уже в процессе? Либо понимаешь, потому что, ну, сразу понятно по человеку, даже если он обманывает. А некоторые не стесняются, они говорят, да, я пришёл для того, чтобы научиться в бизнесе себя хорошо наманипулировать. А почему нет? Я же плачу, я же покупаю знания. Я же плачу, да, у нас же такой мир, там, человек человеку волк. Потому что, ну, за искренность спасибо, но это опасно. Вот, поэтому, действительно, не всем и не всегда нужны эти навыки. Власти знания должны быть в правильных руках, Роман. Люди, оставайтесь людьми. Мы большое спасибо говорим. Анна Кулик у нас была в гостях. Заходите на сайт, читайте книги и будьте лучше, пожалуйста. Ещё находите время на себя, чтобы мы поняли. Прогласи ещё Александру в гости к нам. Я с удовольствием всё. Анечка, до новых встреч. До новых встреч. Спасибо большое. До свидания. Пока.